Здравствуйте! В эфире программа «Агрокурьер». Смотрите сегодня в нашем выпуске. Первым делом успехи и проблемы, ну а торжества на потом. Аграрии области отметили профессиональный праздник и подвели предварительные итоги сезона на рабочем совещании. Более 1 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Столько собрано в закрома региона. С учетом капризного на погоду сезона и выросших цен, растеневоды результатом довольны. Хлебом область обеспечена полностью. Растут поставки самарского зерна на экспорт. Нынче оно удалось не количеством, а качеством. В этом году хозяйство фуражное зерно не было, а зима. Все были чистый третий класс. Предварительные итоги и планы развития АПК обсуждают на рабочем совещании. Тема горячая. Ее накануне рассматривали на расширенном заседании правительства. Животноводство по-прежнему самый проблемный вопрос. Если в производстве мяса говядина и свинины наблюдается небольшая динамика роста, то в молочном секторе картина обратная. Мы серьезно отстаем от многих регионов в привозку федерального округа, не поднимаясь на протяжении последних лет выше 9-10 места. И видим, за последний год, к сожалению, есть отрицательная динамика. Коллеги, мы констатируем этот факт. У нас происходит снижение поголовья коров. Проблему разбирают на конкретных примерах. У одного из хозяйств Кене-Черкасского района возникли трудности с получением кредита. Как следствие, за коровами перестали должным образом ухаживать. В итоге от молока отказались переработчики и 350 животных пошли под нож. Ни районные власти, ни Минсельхоз в ситуацию не вмешались. Хотя животноводство – приоритетная отрасль. Если приоритет, то это приоритеты в вашей работе. Безусловно. Значит, надо было разобраться в ситуации. И значит, от Минсельхоза, кто в курсе по этой теме. И вот приоритет. Снижение 20% поголовья. Вот это результат вашей работы. Совершенно конкретный и четкий. Оцифрованный. Понимаете, в чем дело? Еще один вопрос про буксовка новых проектов в молочном секторе. Многие из них остаются на бумаге из-за неподготовленной инфраструктуры. Например, дорог или коммуникаций. Дмитрий Азаров дал поручение разработать программу всесторонней поддержки инвесторов. И подключить к ней другие министерства. Профильный же Минсельхоз планирует перенаправить часть средств господдержки из растеневодства в животноводство. А вот рентабельное земледелие региона ждет цифровизация. В следующем году область станет пилотной площадкой по внедрению цифровых технологий. Обкатают их как раз в полях. Если мы с вами научимся применять технологии нового поколения, основанные на ресурсосбережения, обработки почвы и соответствии с этим другими факторами, мы можем реально получить с вами дополнительную рентабельность плюс 22-25%. В целом сельское хозяйство области показало рост рентабельности. Аграрии получили и больше господдержки, чем в прошлом году. Почти 4,5 миллиарда рублей. В течение года в каждом муниципалитете прошли стратегические сессии, где выработали программы развития АПК до 2030 года. Такое внимание к отрасли будет продолжено. Важно реализовать потенциал и выйти на новые рубежи. Мы находимся не на лидирующих позициях в сфере АПК. Нам эти позиции еще предстоит только штурмовать. Конечно, это потребует объединения усилий. Конечно, это потребует от нас полной мобилизации. Конечно, это потребует от нас и изменения подходов во многих хозяйствах. После совещания состоялась торжественная часть. Лучшим работникам отрасли, механизаторам и садоводам, ученым и агрономам поручили памятные награды и грамоты.